Ребят, думаю вы заметили, что многие современные игры очень уж требовательны к железу. Поэтому если вы любите играть и у вас подвижный образ жизни, то тогда вам нужен игровой ноутбук на базе видеокарты 30 серии GeForce RTX от Nvidia. GeForce RTX имеет ряд преимуществ для игры и не только. Во-первых, это конечно же технологии трассировки лучей Nvidia RTX. С видеокартой GeForce RTX 30 серии вы сможете полностью насладиться красотой современных игр. Во-вторых, Nvidia DLSS 2.0 обеспечит вам комфортный FPS даже в самых требовательных проектах, на запредельных настройках и в высоком разрешении. В-третьих, если вы фанат динамических игр, то вам точно пригодится Nvidia Reflex, который позволит снизить input lag, а проще говоря задержку, до 50% в таких играх как Warzone, Rainbow Six Siege, Fortnite и других актуальных соревновательных играх. Ну а еще свой новый ноутбук можно использовать не только для игры, но и для работы. В этом вам поможет специальный драйвер Nvidia Studio, который превратит ваш ноутбук в полноценный инструмент для создания контента и дизайна всего за пару кликов. Adobe, Autodesk, популярные пакеты для монтажа, 3D графики, рендеры и так далее. Так что ноутбуки на базе видеокарты Nvidia GeForce RTX 30 серии – это очевидный выбор для покупки. Все ссылки будут в описании. Итак, ребят, всем привет. Снова я, снова вы, видосик по Warzone. И у нас накануне, не накануне, точнее, на носу, у нас на носу Twitch Rivals. Буквально 20-го числа пройдет Twitch Rivals. Это достаточно интересное мероприятие. Мы обязательно, ребята, будем его комментировать, потому что, ну, прошлое мероприятие у меня посмотрело достаточно большое количество человек. Людей это очень сильно интересует. А мне нравится комментировать. Но еще больше мне нравится разбирать патчи, потому что, ребята, буквально накануне у нас изменили 35 пушек. Это очень много. Но общий, так скажем, курс изменений, он очень прост. Разработчик пытается максимально увеличить Time to Kill, при этом делая это такими очень маленькими-маленькими шажками. То есть, на данный момент мы видим, что большинство пушек на расстоянии эффективной дистанции убивает уже примерно за 600 миллисекунд. Раньше это было примерно 480-550 МС. И это будет развиваться дальше. Чтобы вы понимали, ребята, Apex Legends, он-то недалеко на самом деле. Потому что, если вы стреляете с флэтлайна в голову, то вы убиваете примерно за 700 МС. И мы уже пришли как раз-таки к таким показателям. Как вы видите на экране, ребята, это табличка сделанная, насколько я понимаю, J-Godом. Здесь у нас есть все пушки, которые изменили. И сколько, как и где они дамажат. Можно посмотреть на максимальный ТТК. Это, наверное, самое-самое простое, что мы можем сделать. Посмотреть на максимальный ТТК. То есть, это урон, точнее не урон, это тайминги, которые выдает пушка на расстоянии за своей эффективной дистанцию. То есть, во время второго падения урона. То есть, первое у нас идет, допустим, 0, вот условно XM4 0,22 метра. То есть, до 22 метров он выдает ТТК в 416 в голову, 666 во все остальные части туловища. За пределами 22 метров, а это на самом деле очень-очень близко, он выдает ТТК уже 499, 749. Что мы видим? Если вы посмотрите буквально на все вот эти показатели, можете поставить на паузу и посмотреть, и вы заметите одну очень схожую характеристику. Они выделяют урон в голову. Сейчас стрелять в голову стало как никогда выгодно, потому что вы действительно очень сильно снижаете свой тайм-ту-килл. Чтобы вы понимали, буквально все люди, которые сейчас играют, так скажем, на топовом уровне, на высоком уровне, всевозможные стримеры, контент-мейкеры, киберспортсмены, большинство из них особенно, особенно, если они играют на контроллерах, они не придают значения тому, куда они стреляют. То есть вы можете посмотреть какой-нибудь Эйдена и заметите, что почти всегда он стреляет в туловище. То есть вот этот тайм-ту-килл, он для всех, для большинства людей. У вас есть возможность как бы расти над собой, расти в скилле. Но на деле вот эти циферки, они почти ничего не значат между собой. Потому что если вас зажимают, а у вас нет возможности укрыться, то, к сожалению, нет разницы, убьют вас за 500 миллисекунд или за 750. Если, например, люди стреляют в вас с XM4. То есть, помимо всего прочего, помимо того, что делают разработчики, им нужно еще уменьшать количество патронов в магазине и увеличивать отдачу. Можно, конечно, просто увеличить отдачу. Потому что, допустим, если вы возьмете тот же самый PUBG, который является достаточно сбалансированным с точки зрения киберспорта, то вы заметите, что там убивают в голову буквально с двух-трех выстрелов. Особенно, если у вас там первая или вторая каска. Ну, это, к примеру. Но при этом отдача там такая, что на самом деле попадать в голову можно только тапами. И вы целенаправленно либо стреляете тапами, либо пытаетесь просто на силам стрелять спреем. То есть, пытаясь просто стелить спреем куда-нибудь туда, вдаль, вдаль. Вот, допустим, чувак где-то летит, бежит и едет. И вы просто пристрелкой начинаете шить в его сторону и смотрите, куда падают пули и пытаетесь просто попасть с него. И тогда Time to Kill тоже будет примерно такой же. Но в голову все равно убивать можно намного-намного быстрее. Что касается меты, которая будет на Twitch Rivals, это, наверное, будет самый интересный Twitch Rivals за последнее время. Потому что, как вы помните, прошлый Twitch Rivals был очень-очень унылым. Для тех, кто не помнит, пулемет Амели, который добавили буквально в начале прошлого сезона, был очень-очень сильным. Он убивал буквально за 400 миллисекунд, причем в любую точку на теле. Он просто-просто стирал. Думаю, кто-то, возможно, кто-то из вас смотрел стрим рекриента, и вы видели, что он открывался буквально на долю секунды, пытался где-то что-то перебежать, что-то где-то забрать. Его просто мгновенно стирали с пулемета. Это я уже не говорю о стрельбе с снайперских винтовок. Итак, мы смотрим и понимаем, что по этим таймингам сейчас нужно ориентироваться скорее не на циферки самого Time to Kill, потому что он в среднем одинаковый. Скорее сейчас нужно ориентироваться на простоту стрельбы и скорость прицеливания. А в этом моменте у нас намного сильнее сейчас пушки из Cold War, то есть XM4, Крик, Калаш, та же самая Гроза, Стоунер и так далее. Фара. Это пушки, которые имеют намного большую скорость прицеливания, при этом они меньше теряют в мобильности, у них много патронов, и при этом визуальная отдача очень-очень низкая. Что-то на уровне старенького-старенького Грау. То есть вот мы видим, кстати говоря, что МВ-шные пушки, они заходят даже за черту 800 МС, то есть смотрите, 48 метров 800 миллисекунд. Это достаточно много на фоне того же самого АМАКСа. То есть смотрим, видим АМАКС 762, а здесь с хедшотами, здесь даже есть расчеты с хедшотами, типа, если ты сделаешь 6 хедшотов, будет 532, например. Эта таблица, она показывает ровным счетом ничего, если вы пытаетесь выбрать лучшую пушку. Но я вам советую сейчас выбирать не лучшую пушку по показателям, а самую простую. Самая простая пушка на данный момент, это все еще Фара, это XM4, это Крик, Крик, кстати говоря, в большей степени, потому что ему, насколько я помню, не изменили паттерн отдачи, в то время как XM4 отдачу немножко увеличили, у Фары сделали то же самое, и можно присмотреться к Калашу. Но опять же, Калаш, это, знаете, оружие такое, на любителя. То есть вы видите, что разница у Калаша и Крига, она минимальная, но при этом Крик стреляет намного быстрее, и при этом у него еще и, так скажем, более простая отдача. То есть чем быстрее у вас стреляет оружие, тем менее рваный у вас рекойл. То есть Калаш он стреляет там, пам-пам-пам-пам-пам, его постепенно поднимает вверх, в то время как Крик просто ведет вверх, и контролит такую отдачу намного проще. Что касается ППшек, можно даже сюда вот перейти, здесь ниже есть у нас уже ППшки. По ППшкам мы видим, что АКУ сейчас убивает в голову очень-очень быстро. Опять же, ребята, очень большой упор делается на стрельбу в голову. Если раньше у нас был только Болфрок, который в действительности убивал очень быстро в голову, как вы видите, на расстоянии до 14,5 метров, он убивает за 400 мс, это очень-очень много. На дистанции в 21 метр уже 950 мс, это достаточно много. АКУ выглядит очень-очень неплохо. Точно так же выглядит МП-7. Но есть одно большое различие между этими ППшками. МВшные ППшки на данный момент практически неиграбельны. Опять же, из-за новой меты. Как вы знаете, раньше никто не собирался в мобильность. На данный момент в мобильность собираются все ППшки. То есть вы берете тигриный этот самый фонарик, который дает вам скорость перемещения при прицеливании. И помимо этого вы ставите последний ствол, который также дает скорость перемещения боком. И помимо этого, если вам не нужен прицел на этой самой ППшке, либо вы не хотите себе зарезать спринтаут тайм, вы можете себе поставить ручку на скорость перемещения и стрельбу от бедра. Это делает КВшные ППшки намного мобильнее. А значит, у вас сложнее попасть. Потому что люди, которые против вас играют, зачастую не такие, так скажем, рукастые. Не такие рукастые, как вы. Если вы, конечно, задрот. С другой стороны, если вы умеете контролировать все в голову, то сейчас можно стрелять, по сути, с любой ППшки. То есть вы видите, что разница в таймингах, она прям минимальная. Ну, если, конечно, не считать КВшные. Если не пытаться сравнять КВшные и МВшные пистолеты-пулеметы. Лучше всего себя показывают, конечно же, ППшки из Cold War. То есть мы видим, что Балфрок на расстоянии эффективной дистанции убивает за 400 МС. Опять же, для ППшек я смотрю наоборот. Значения максимально близкие. Либо можно смотреть средние показатели. То есть на расстоянии 20 плюс метров не советую стрелять никому. Это абсолютно бессмысленно. Вы стреляете с ППшки, достаньте свою АРку, достаньте свой автомат. То есть мы видим тайминги. Допустим, если вы стреляете в голову, это 480. Если вы стреляете в туловище, это 800 МС. Точно так же мы смотрим здесь. Интересно, что это за цифры такие. А, это урон. Это урон. То есть мы видим, что все-таки АКУ на самом деле достаточно хорош. Также мы сравниваем это с ППш. Смотрим, что у ППш на расстоянии 17,5 метров ДТК даже чуть лучше, чем у того же самого Балфрога. Но при этом в голову Балфрог все равно убивает быстрее, Балфрог, если что, раньше убивал за 380 МС. Это прям что-то с чем-то. А он сейчас убивает. Они ему именно множили в голову практически не резали. Таким образом, ребята, моя предположительная сборка на тот самый Райвлс, который пойдет 20 числа, выглядит как Крик плюс, соответственно, АК-74У. Либо вместо АКУ возьмут ППш. Потому что в действительности это очень средняя пушка. То есть мы видим, что на расстоянии 17,5 метров мы имеем 660 МС в туловище и живот, 529 в голову. Это выглядит как МВ-шная МП-5 в свое время. То есть МВ-шная МП-5, ребята, никогда не была супер жесткой. Но на расстоянии эффективной дистанции она убивала. И это самое главное. Вы можете, кстати, написать в комментариях, какие, по вашему мнению, пушки будут использоваться на Райвлзе. Я могу сразу вам сказать, что будет кард 98, свист, возможно, крик, фара. И, возможно, возможно, из ППшек у нас будет либо ППш, либо МП-5, опять же, колдвордовская. Пишите свои предположения, ребят, приходите на стримы. Всем спасибо. Всем пока. До новых видео. Да. Блядь.